Всем привет! На канале Мазерке вновь рубрика Советы психолога и с вами я, детский психолог Валерия Вайнер. В прошлых видео мы разговаривали с вами о потребностях, которые могут привести маму к ресурсному состоянию, о том, как важно удовлетворять свои физиологические потребности, как важно ощущать эмоциональную безопасность, чувствовать безусловную любовь и принятие. Сегодня мы продолжаем разговаривать о том, что еще может сделать маму в ресурсе, что еще может ее наполнять. А именно мы будем говорить про социальные контакты, потому что для самочувствия мамы, для ее эмоционального комфорта важна ее социальная жизнь. Ответьте сейчас, пожалуйста, на вопрос, удовлетворены ли вы своей социальной ролью на данный момент. Потому что бывает так, что до рождения ребенка мама вела активную социальную позицию, работала, у нее был определенный статус в обществе, и ей это настолько нравилось, и рождается ребенок. Кого-то это очень устраивает, и мама прям радуется, она полностью поглощена ребенком, и чувствует, что вот он, наконец-то отдых, она полностью переключилась и получает от этого удовольствие, а кому-то очень не хватает. Не хватает общения, не хватает активности, не хватает чувствует себя нужной, полезной и востребованной, и появляется определенная фрустрация. Если же вы чувствуете этот момент, что вам чего-то не хватает, подумайте, как можно удовлетворить этот момент. Потому что дети это не про ограничения, дети это про возможности, и даже находясь в декрете, можно себя реализовывать. Честно, это мой личный пример, это пример моих многих клиенток и подруг, что мамы очень часто находят себя в декрете. Кто-то полностью меняет сферу своей деятельности, а кто-то настолько углубляется и по-другому чувствует и видит себя в этом, что вот именно декрет становится каким-то определенным толчком роста. Поэтому если есть какие-то установки, моменты о том, что дети, они ограничивают, и с детьми невозможно ничего, вот когда я выйду из декрета, тогда начнется моя жизнь, это неправда. Это можно проработать и уже сейчас чувствовать себя комфортной, реализованной, востребованной, активной и получать то, чего вам не хватает. И ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. Удовлетворены ли вы количеством и качеством тех социальных контактов, которые есть сейчас в вашей жизни? Может быть их достаточно много, но вы не удовлетворены качеством, может быть вы общаетесь с мамой, со свекровью, с сестрой, с заловкой, а вам хочется совершенно другого, вам хочется найти людей единомышленников, вам хочется найти людей с похожими ценностями, с общим мировоззрением. И чувствуете определенный недостаток качества общения, а может быть наоборот, есть такой человек, который полностью разделяет ваши интересы, но вам мало по количеству, да, очень редко вы можете созваниваться, редко вы можете видеться, редко вы общаетесь. Тогда, значит, нужно немножечко сделать акцент на времени и сделать это общение более часто. Подумайте, каким образом это можно реализовать. Если мама будет не удовлетворена своей социальной сферой, количеством и качеством общения, она будет это все реализовывать на ребенке. А ребенок в силу своего возраста невозможным, он не способен выдержать всю эту энергию, всю эту силу и реализовать мамину потребность. Чувствуете ли вы себя нужной? Если человек не чувствует себя нужным, он начинает заслуживать значимость. И мама становится либо слишком строгой, либо наоборот, слишком мягкой, начинает задаривать подарками. И ни тот, ни другой вариант, это две такие крайности, которые абсолютно не подходят ребенку. Нравится ли вам ваша работа? Если вы ушли в декрет, но продолжаете свое дело, удовлетворены, получаете ли вы удовольствие от того, что вы делаете, или вы это делаете ради чего-то? Вашим детям и мужу нужна интересная мама и жена, с которой интересно проводить время, разговаривать, которая вдохновляет, заряжает. Поэтому обязательно уделяйте внимание себе и давайте себе возможность реализовывать свой социальный статус, свои социальные контакты, получать удовольствие от этой сферы. А в следующем видео мы с вами будем уже подводить итоги всех наших потребностей и еще раз разложим все по полочкам. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими мыслями и эмоциями. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить для себя важную информацию. Всем пока!